Пенсионер из Кудымкара вырвался из цепких лап медведя. В неравной схватке мужчина получил серьезные травмы лица, но остался жив. Это новости на ТНТ. О самом важном и волнительном готовы рассказать и мы. В студии Екатерина Кравцова. Здравствуйте. И вот о чем мы расскажем сегодня. Ищите весной. В истории с исчезновением Натальи Макаровой наступил печальный финал. В весном массиве в районе 2-го городского Куда обнаружены останки женщины. Ленина один канул в лету. В Березняках начался снос аварийных домов на площади Решетова. Строители не спешат. Почему? Надо максимально аккуратно и безопасно это сделать. Особый диалог с особенными детьми. Березняковская прокуратура стоит на страже прав детей с ограниченными возможностями. Главная категория граждан находится под особым контролем, обзором прокуратуры. Найдена, погибла. В соцсети накануне выдали печальную новость. Наталью Макарову, которая ушла из дома в ноябре прошлого года, все-таки нашли. Полгода за ее судьбу переживал весь город. Конечно, Надежда жила до последнего. Все подробности у Сергея Калейника. В весном массиве в районе 2-го городского Куда обнаружены останки женщины. Полицейские говорят об этом коротко и осторожно. Еще нет результатов в суд медэкспертизы. «Найдете меня весной» – это были последние слова, которые хрупкая 50-летняя женщина Наталья Макарова в сердцах произнесла во время ссоры с родными. Она взяла снотворные и сердечные лекарства и вышла из дома. Соседи видели ее у подъезда в слезах. Это было в ноябре прошлого года. Холодно, уже снег лежал. Родные бросились на поиски в тот же день. «Мамочка, любимая моя, если ты меня слышишь, пожалуйста, вернись домой или дай себе знать. Прости меня, я очень пожалела своих слов. Я тебя очень ждем, пожалуйста, вернись домой». Ориентировки были развешаны в соцсетях и буквально на каждом столбе города. На поиски вышли сотни волонтеров. Женщину искали несколько суток, день и ночь. Яркая оранжевая куртка, белая шапка, серые штаны. Вот здесь, на этих кадрах, камеры видеонаблюдения, скорее всего, и зафиксировали Наталью Макарову. Она ушла в направлении от города в сторону Новожилова. Там и искали. В районе лыжной базы, в садах Суханово. След Натальи даже удалось взять кинологу с собакой. Надо сказать, волонтеры были совсем близко. Тело нашли в лесном массиве, в районе второго пруда. Весной, как и говорила Наталья. Вот только сейчас мы узнали, что предположительно была найдена Наталья Макарова. Тело было найдено, уже скажем так, в плохом состоянии. То есть невозможно было опознать по лицу. Отсутствовали конечности рук, ног. Дикие звери изуродовали тело погибшей до неузнаваемости. Родственники Натальи Макаровой опознали женщину по одежде. Сейчас проходит судебно-медицинская экспертиза, после которой полицейские сообщат о причинах смерти и о том, Наталья ли это. Этим делом следователи заинтересовались еще полгода назад. Была версия, что именно дочь Натальи Макаровой, Дарья, довела мать до самоубийства. Девушка даже проходила проверку на детекторе лжи. Дарья не скрывала, перед исчезновением мамы у них действительно произошла ссора. Но девушка не поверила, что это толкнет самого близкого человека на отчаянный шаг. Сергей Каленик, Степан Никрасов. Новости на ТНТ. Сегодня многие жители района Первого рудника стали свидетелями довольно зрелищного события. Рабочие начали сносить аварийные сталинки по улице Ленина. Березняки уже попрощались с домом Ленина-1. Ленина-1. Когда-то это был дом с высокими потолками, огромными квартирами и добротными стенами. Длинная рука экскаватора провожает в историю произведение сталинского «Ампира». Очень бережно, по кирпичикам. И такой способ подрядчикам выбран не случайно. Сейчас мы производим работу демонтаж методом обрушения, экскаватором-изрушителем. Тоже, что под зданием идут коммуникации, которые еще действуют по городу. То есть, надо максимально аккуратно и безопасно это сделать, чтобы не принести ущерб в городе. Представитель подрядчика пообещал в течение недели вывезти весь мусор. В ближайшее время канут в лету и расселенные дома 4, 6 и 8 по проспекту Ленина. Их тоже снесут. Однако, точные сроки демонтажа подрядчик не озвучил. К особенным детям особенное отношение. Березняковская прокуратура продолжает борьбу за права детей-инвалидов. В Центральной городской библиотеке прошла видеоконференция с краевыми специалистами Пермской прокуратуры. Правозащитники выслушали родителей особенных детей. Особый диалог, формат вопрос-ответ оказался весьма плодотворным. Участники форума обсудили насущные проблемы. Путь-то обеспечивание лекарствами или вопросы соблюдения жилищных прав детей-инвалидов. Несмотря на то, что в Березняках есть несколько коррекционных детских садов, реабилитационный центр, а также три специализированные школы, все же работы в данном направлении, по словам сотрудников прокуратуры, еще много. Это тема первый раз на улице. Но мы этот вопрос задержим на контроле, потому что данная категория граждан находится под особым контролем, надзором прокуратуры, потому что это социально достаточно незащищенная категория лиц, требующая постоянного внимания государству. Продолжу выпуск. Финансовый климат в России потеплеет, а вот тепла на улице ждать пока не стоит. Пришло время нашей постоянной рубрики «Новости коротко». С приходом весны в России поменяются не только времена года, но и финансовые единицы. С 1 мая минимальный размер оплаты труда будет приравнен к прожиточному минимуму. Ранее предполагалось, что это произойдет только к январю 2019 года. Но состояние экономики позволяет сделать это уже сейчас, заявил президент России. Экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять мрот и прожиточный минимум. Мы это сделаем. Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет чуть меньше 9,5 тысяч рублей. С 1 мая его размер превысит 11 тысяч. Еще два дня наш регион будут терзать нападки, не желающие уходить с зимы. В ночь на среду столбик термометра упадет ниже нулевой отметки. Завтра днем также сохранится холодная погода с максимальной температурой воздуха плюс 1, плюс 4. Ветер сменит направление на северное. 25 апреля ожидается прекращение осадков. Однако существенного потепления еще не произойдет. Ночь будет холодной от минус 1 до минус 6. Дневная температура повысится до плюс 3, плюс 8 градусов. Существенное потепление ожидается лишь 26 апреля. Дневная температура воздуха повысится до плюс 9, плюс 12 градусов и приблизится к климатической норме. В этот день выпавший снег окончательно растает, сообщают в ГИС-центре Пермского политехнического университета. И важная новость для самых творческих и талантливых зрителей нашей программы. Эта неделя станет финальной в нашем поэтическом конкурсе «Стихи о ТНТ». Лететь, узнать, сказать, помочь, оповестить и обличить. Пробиться через день и ночь, чтобы обогреть и научить. Найти шедевры в суете, смеяться, плакать, вдохновлять. Мы – новости на ТНТ. Нам есть, что городу сказать. Уже 3 мая мы подведем итоги стихотворного состязания и выявим победителей конкурса. Напомню, самые яркие поэтические строки принесут своим авторам призы. Сертификаты на суммы от 5 до 14 тысяч рублей от наших спонсоров. Новости коротко для вас подготовила Евгения Кокшарова. Каждый второй россиянин считает займы до зарплаты нужной услугой. Такие данные сегодня огласил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Тем временем пользуются спросом и кредиты на крупные суммы. Где вам помогут провернуть дело на миллион с весьма выгодным процентом? Расскажем далее. Сегодня многие предпочитают делать крупные покупки в кредит. Если по итогам прошлого года средняя сумма кредита была 140 тысяч рублей, то по итогам февраля нынешнего года сумма кредита составляет уже 160 тысяч. Несмотря на непростые экономические условия, люди по-прежнему совершают крупные покупки. Ведь их потребности никуда не делись. Как следствие, банки готовы доверять клиентам достаточно большие суммы. Например, сегодня в Банке Восточной мы предлагаем оформить 1 миллион рублей по фиксированной ставке 12% годовых. Миллион – серьезная сумма, которую можно потратить на самые разные нужды. Часто крупную сумму в преддверии лета берут на свадьбу, капитальный ремонт или строительство. Некоторым такая сумма нужна для больших и качественных перемен в жизни. И Банк Восточный всегда рад помочь нашим клиентам в этих начинаниях. Какие бы планы вы ни строили, для вас всегда есть хорошие финансовые новости от Банка Восточный. Подробности в отделениях или на сайте банка. Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Сейчас в разгаре самая длинная шестидневная трудовая неделя. А после этого – майские праздники. И горожане уже вовсю готовятся к четырехдневным выходным. А это прекрасный повод устроить застолье с близкими людьми или выбраться на шашлыки. Открывать шашлычный сезон только с хорошим нежным мясом под домашним маринадом. В свежее мясо от фермерских хозяйств Пермского края вы найдете на ярмарке лучшие товары России. Прилавки будут ломиться и от ароматных копченых мясных деликатесов. Порадовать близких людей вы сможете и вкуснейшей камчатской рыбой самых разных сортов. Для уютных вечеров в обнимку с любимым человеком – орешки, сухофрукты и чай, какой только душа пожелает. Для хорошей погоды в доме – знаменитый ивановский текстиль. Постельное белье и чехлы для мебели. Цены оптовые, хватит и чтобы обновку прикупить. В продаже белорусский трикотаж и одежда для настоящих богатырей. Мужские футболки до 70-го размера. Ярмарка лучшие товары России будет гостить у нас с 24 по 29 апреля на площади у ДК Металлургов. Если вы планируете на грядущие праздники культ поход всей семьей, знайте, музей уже открыл дверь в лето. Так называется выставка картин березняковской художницы Елены Шарецкой. В атмосферу детства и ароматов души столетней травы окунулась Евгения Кокшарова. Забавные деревенские сюжеты или наш родной город с необычного ракурса, хоть и выставка называется «Дверь в лето» любые, даже зимние картины передают непосредственный взгляд на мир. Вдохновение художник Елена Шарецкая черпает из обычной жизни. Пью чай, смотрю в окно, асфальт еще теплый, снег идет. А вот эта бабуля с собакой, раньше они ходили с дедом. И они так всегда ходили, собачку выголивали, потом деда не стало. Ну, будем надеяться, что он просто приболел. На качелях с модницей старшей сестрой Лилистопад в саду у дедушки. Многие мотивы берут начало из детства. Брат Елены Владимир нашел себя на некоторых полотнах. Вот я на улице, кричу, Вовка, выходи, Вовка, пойдем гулять. Было такое? Да, было, было, да. Зимние каникулы в деревне, вот как бы, вот этот взгляд из деревенского дома на улице. Так что, да, самая настоящая машина времени перемещения назад. Владимир рассказал нам, что сестра любила рисовать еще с малых лет. Сегодня Елена работает художником во дворце Ленина и создает декорации для спектаклей. Поскольку она художник-театрал, у нее такие работы все созданы на фактурах, на чистоте цвета, на глубине, на присутствии декоративности. Огромными глазами как будто она смотрит на все и, можно сказать, превращает все в красоту, все в искусство. Целое поле одуванчиков, вкуснейший ягодный пирог или домик в любимой деревне для каждого. Слово «лето» звучит по-разному, но увидев работы Елены Шарецкой, понимаешь, до лета остался всего один шаг. Этот шаг можете сделать и вы. Выставка «Дверь в лето» березняковской художницы Елены Шарецкой будет работать до 20 мая в Березняковском историко-художественном музее. Евгения Кокшарова, Дмитрий Воронушкин. Новости на ТНТ. Хорошее настроение – залог успеха в любой сфере, а дарить его еще и окружающим вдвойне полезнее. Как получить массу эмоций в эту пасмурную погоду, знает Дмитрий Сидельцев. Очень хочется порадовать ребенка каким-нибудь плюшевым чудом. Что-нибудь такое мягкое, симпатичное. Ну вот, например, довольно милый, но какой-то неживой. Вот каким должно быть настоящее чудо. Пушистым, теплым, совсем ручным и очень дружелюбным. Такое пушистое чудо однозначно приведет восторг не только детей, но и взрослых. Большие глазищи, мягкие щечки и любопытные кроличьи носики. А какие они пушистые и дружелюбные, это сможет оценить каждый. Ведь их можно погладить и угасить морковкой. Кстати, такое общение с животными очень полезно детям. Именно через такие тактильные ощущения они познают окружающий мир. На выставке представлены десятки самых разных кроличьих пород. От карликовых до особей размером с годовалого малыша. Да, и такие бывают. Этот черно-белый гигант принадлежит породе немецкая бабочка. Полоса, проходящая по его спине, разделяет окрас на два одинаковых рисунка, как крылья бабочки. Например, если пятнышко есть с этой стороны, то обязательно будет и с этой. Если на мордочке тоже есть черное пятнышко, справа, то точно такое же и слева. По соседству с ушастыми наши меньшие пернатые братья. Десятки курлычащих важно сидят на жердочках и разрешают себя разглядеть и сфотографировать. Пушистые пернатые друзья ждут вас во втором универсаме в правом крыле. Выставка будет работать до 14 мая. Успевайте! Дмитрий Сидельцев, Дмитрий Воронушкин. Новости на ТНТ. Далее новая серия программы «Новая смена». Не переключайтесь! Юнкоры нашей программы подготовили для вас массу полезной информации. У меня же на этом все. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго и спасибо, что были с нами. Кравцова. Всего доброго и субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»